Здравствуйте! Сегодня среда, 19 августа, и вы смотрите ежедневный обзор прессы на Дукоскопе ТВ. Я Дарья Владыченко. Кредитный рейтинг Греции растет. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень. Как считают аналитики, соглашения, достигнутые между Грецией и европейскими институтами по третьей программе помощи, понизила вероятность дефолта по частным долговым обязательствам. В то же время риски того, что программа завершится неудачей, остаются высокими, отмечают в агентстве. Потребуется время для того, чтобы между Грецией и ее кредиторами было восстановлено доверие, заявили Fitch, добавив, что политическая ситуация в Греции остается непредсказуемой. Напомним, 14 августа Еврогруппа приняла решение о запуске третьей трехлетней международной программы помощи Греции объемом до 86 млрд евро. Участие в ней МВФ остается под вопросом. Этот вопрос будет обсуждаться Советом управляющих фонда в октябре. Нефть стремительно дешевеет. Стоимость нефти в среду демонстрирует негативную динамику. После того, как перспективы увеличения добычи и поставок нефти со стороны отдельных стран ОПЕК усилили опасения относительно переизбытка предложения черного золота на мировом рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7,35 по киевскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась до 48 долларов 60 центов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть VTI опускалась до 42 долларов 49 центов за баррель. Минэнерго США сегодня опубликует недельные данные по запасам нефти в стране. По прогнозам аналитиков, за минувшую неделю показатель сократился всего на 777 тысяч баррелей, что является самым маленьким сокращением с июля прошлого года. «Это все та же тема с переизбытком предложения», – заявил агентство Bloomberg аналитик Fed Profits Дэвид Ленокс. Пока не будет сокращения предложения, цены продолжат снижаться. Напомним, накануне рубль подешевел к доллару во вторник до нового полугодового минимума. На фоне снижения нефтяных котировок. На этом фоне курса белорусского рубля к основным мировым валютам обновили исторические минимумы. Великобритания и Франция подпишут соглашение по нелегальным мигрантам. Министры внутренних дел Великобритании и Франции в четверг подпишут соглашение о сотрудничестве по проблеме нелегальных мигрантов. Кризис вызван огромным числом нелегалов, которые пытаются попасть в Британию по евротоннелю под Ла-Маншем. По данным ООН, Европа столкнулась с тяжелейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. Одной из узловых точек стал город Евгелия на границе Македонии. На местный вокзал ежедневно прибывают сотни беженцев в надежде попасть в Западную Европу. «Здесь нет ничего, никаких удобств. Кто-то спит прямо на путях, кто-то прямо под солнцем. У нас множество болеющих детей. Ни для детей, ни для больных здесь тоже ничего нет», – говорит один из них. На этом фоне в Италии 8 человек арестованы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов и в непреднамеренных убийствах. Это были все новости на сегодня. С вами была Дарья Владыщенко, специально для Дукаскопи ТВ. До завтра! До встречи!